Ну что ж, всем, ребят, в общем-то, сегодня, получается, мы смотрим новый ролик Влада А4, Жека Плэмин сегодня в гостях, пробуем тюремную еду из разных стран, Влад А4. Погнали! Да, на самом деле, смотреть новые ролики пройду без Кобякова, это очень грустно. Ну да, без Кобякова, конечно, бедника, а также без Бодин, здесь Бодин скоро гордет, в отличие от Кобякова, и будем смотреть ролики с ним тоже, так что ждите уже скоро, погнали! Всем привет, меня зовут Влад А4, Глент, Серега, и сегодня мы снимаем, пробуем тюремную еду, челлендж. Как вы видите, у нас сегодня будет тюремная еда из 24 стран. Мы будем вытягивать бумажки, пробовать еду, ставить оценки, и выясним, в какой стране, ну, в какой тюрьме, кормят лучше всего. На ютубе есть такой тренд, ну, мы что-то посмотрели ролики, там блогеры что-то покупают все от балды, ну, информация там не проверенная. А А4 продакшн запарился, прочитал статьи, долго готовился, и сегодня у нас будут идентичные обеды, прям как в настоящих тюрьмах. Мне очень интересно посмотреть, что они там едят, потому что я думаю, что там у них одна каша. Да не, Серега, в некоторых странах кормят очень вкусно. Короче, ребят, я думаю, что этот ролик будет интересный, потому что такую еду мы с вами можем попробовать только в этом ролике. Ну что, давайте начинать, и я выбираю первую циферку 4. И мне попадает... Не, на самом деле, знаешь, я смотрел недавно буквально топы, это, ну, тюрьма в многих странах, и там есть тюрьмы, прикинь, которые даже очень хорошие, и многие нарочно пытаются в неё попасть, чтобы комфортно жить. То есть, посмотри много топов на Ютубе по тому ролике. О, окей, окей. Там вот есть такие тюрьмы, которые там, это, ты можешь как в отеле жить, там у тебя есть и телевизор, и так далее, и так далее, и так далее. Кто смотрел такие топы на Ютубе, то напишите в комментариях, а если не смотрели, обязательно посмотрите, прикольные. Попадается еда из знаете какой страны? Чего? В Эфиопии есть тюрьма? Я вообще не представляю, что это будет. Я возьму тогда чуть пониже, вот циферка 12, мне очень нравится. Капец, мне тоже интересно, как там кормят Ливан. Я об этой стране слышал один раз от папы, всё. Итак, моя цифра будет 7. Счастливое число, и это США. Что там, бургеры, картошка? Ну, мне кажется, да. Ну, давайте смотреть. Ну, что, несите. Раз, два, три. Нифига порции. Вот это да, свадебный обед. А где моя ложка или вилка, или это без всего едят? С лавашом, руками и погнажды. Кажется, что это хумус. Давайте тогда я сразу попробую. Лаваш пахнет какими-то травами очень сильно. Прям, как будто на рынке с приправами. Фу, я думал, это потверже будет. Что это такое? Не хочу это есть. Куряка ведь картофельная. А, кстати, давайте покажем вам пару фоток из Ливана. Ну, вот так он выглядит. Что это такое? Да не, мне кажется, это будет зачетно. Не, пахнет очень невкусно. Ну, ладно, надо пробовать. Это вообще ни на что не похоже. Вот это чисто пахнет Египтом. Это очень невкусно. Это невозможно есть. Я бы, наверное, просто брал бы вот так вот. Просто лавашик, кушал лавашик. Эта штука, она очень пряная. Теперь у меня весь рот пахнет вот этим. Ну, чтобы оценить вкус, еще раз укушу. Оценку поставлю в конце. Эфиопия, давайте тоже пару фоток. Эй, вот так вот выглядит еда оттуда. Это картошка. Я помню, это картошка, но оно... Прикольно. Все живое, посмотрите. Это какая-то желешка, пюрешка. Ой-ой-ой. Ну, это вообще что-то новое. Я даже не могу представить, с чего это состоит. Это реально какое-то пюрешко, короче. Нет довареное, либо его просто слепили, знаешь, как сижонок. Не знаю, не знаю, так. Сейчас узнаем, что это. Ни с чем не осталось. Ладно, я не буду говорить, чем это пахнет, потому что я перебью аппетит. Но я знаю, на что похож этот запах очень точно. Вот как владелец кота, я знаю. Ладно, давайте я вот этот вкус манзыки... Дай угадаю. То, куда он ходит в туалет. Все, можно. Ну, это вот какая-то субстанция углеводная. Блин, ну, это, кстати, ты заметил, что А4 и Глент очень сильно похоже, ну, в такой одежде заключенного, как будто. Насколько я знаю, то, что вроде бы в черно-белые ходят футболки эти заключенные. Ну, это, по-разному, по-разному, да. С этим тмином, с какими-то тоже подперчинками. Ну, я думаю, они и так и хотели, типа, сделать отсылку. Учителями пряности просто, чтобы не казалось, что ты просто воду ешь. Так, узнали, это каша из нутовой муки. Короче, это как будто вот эта штука. Только у него она как паштет, а у меня как будто картошка. Я завидую США пока. Если кто не видел, как выглядит США, вот пару фоточек. И так, попробуем США. Ну, тут сразу бабы, как я и при... Кстати, они немножечко просчитаем, мне кажется, с таймингами. И мне кажется, когда он щелкнул вот так вот, надо было сразу добавить. Мне кажется, было бы прикольно. Согласись, потому что они немножечко просчитались. Всё, закоплей будет новым монтажером А4, чтобы были нормальные ролики, а не с задержками. Представлял. Практически бургер. Смотрите, есть котлет. Не, ну серьёзно, типа смотри. Когда он это... Так, узнали, это каша из нутовой муки. Короче, это как будто вот эта штука. Только у него она как паштет, а у меня как будто картошка. Я завидую США пока. Если кто не видел, как выглядит США, вот пару. Вот, видишь, когда он вот так сделал, надо было вот уже в этот момент вставлять эту фоточку. Вот, видишь, он уже сделал движение, и после этого он это... Фотки появились. Не потычно было, да? Итак, попробуем США. Ну тут сразу бобы, как я и представлял. Практически бургер. Смотрите, есть котлета. По запаху... На самом деле, я сам не умею монтировать, но только учусь, но я уже понимаю то, что немножечко не просчитались тайминги. Непонятно, но возможно она с говядиной. Так, берем кетчупа, накладываем на хлеб. Даже кетчуп есть, я просто в шоке. Пробуем бобы, они, ну, вроде должны быть обычные. Ну да, в таком томатном кому-то соусе тоже. Это вода или это желе? Это желе. Желе с виноградом. Так, ну я сначала хочу попробовать бургер. Ну, котлета на хлебе это бургер? Ну, почти, да. Конечно, делькованно бургером. Ну, может быть на процента два. Это бургер. Котлетка очень мощная такая прям. Блин, кстати, ты заметил то, что у них реально крутой задний фон стал? Прикольно очень. Прям какой-то, вон эти, робот какой-то, это бинокль и тогда из роликов. Чистая, ничего страшного. Не, ну, прикольно, реально, согласитесь. Странно, я в ней не обнаружу. И еще какой-нибудь салат. О, это хороший салат с картошечкой. Даже интересно, что здесь еще будет на завтрак и на ужин. Неплохо. Короче, мне очень понравился и салат. Потому что у каждого отсека еды свой вкус. Это немножко остренький. И это прям майонезно. Это прям мясисто. Ну, короче, попробуем сейчас. Ого, желеха прям такая. Ммм, а это прям сладкое. Мне понравился очень сбалансированный обед. Я, наверное, поставлю 80 баллов. Этому я поставил 12, потому что, ну, просто тесто какое-то эфиопское. Я Ливану ставлю 15 баллов, потому что, в принципе, лавашик вкусный, но вот это что-то непонятное. Окей, двигаемся дальше. Хочу вытащить что-то знакомое, что-то популярное, что-то такое, может быть, что-то типа Вьетнама. О, так, ел, слушай, во Вьетнаме, ну, еда вкусная сама по себе. Так, я хочу выбрать циферку 16. И, ребята, Россия, повезло. Ну, как сказать? Слышал я пару историй. Кашечки, ответы. Интересно, а будет гречневая или рисовая? У меня перловка. Шоная, перловка, да. Как думаешь, она к тарелке прилипала у тебя? Сто процентов, она не может быть с водой, это запрещено. А у меня 14, у меня с подвохом. Ай-Лан, ну, у тебя сосисочная вечериночка начнется. Хот-дог, у тебя будет хот-дог. Блин, надеюсь. Итак, внимание. Похоже, очень похоже. Кружка как будто вообще такая похожа, похожа. Ну, вот это не дает тюрьмах. Это только если бы разный комик. Ну, можно сказать, что люди в тюрьмах это получают. Да. Каким образом? Не важно. Не важно, главное показать максимальный рацион. Не, ну, вот эта штука похожа. На самом деле, это сразу видно, это тушенка открытая с гречкой. Хлеб, вот прям. А для чего второй стакан? Ну, наверное, вторая кружка, чтобы охладить чай. У меня бабуля так делала, когда был горячий, вот так вот. Оп, и все, и вот он чуть-чуть уже похолоднее стал. Ну что, давай. Смачно закидывай. Я не готов. Во-первых, здесь просто пропитался. Я так всегда делаю. И сейчас делаю. А кто, кстати говоря, пьет этот чай с молоком? Это я обожаю пить чай с молоком. Я пью чай с молоком, конечно. Блин, это круто. Мой дедушка говорил, что как это можно пить чай с молоком, но это топ. Ребят, кто любит, то лайк. Кто любит чай с молоком. Со жиром хлеб. Это соус так вкуснее. Что-то пахнет. Прикольно получилось. Это хлеб такой ужасный или это соус? Объясню. Просто жирок из тушенки, и он начал немножечко подзамерзать. И вкус странный. Нет, ну с гречкой должно быть нормально. Ну да, без соли, чисто вода. Немножко жирка. В принципе, нормально. Не густо. Еще и мясо солененькое. Вкусно, реально вкусно. А напиток? Напиток? Ну. Что там одна трава? Ну. Ну чай обычный, как в столовке, в школе. Ну такой же. Когда вот запасы делали чай, а потом... Кирилл, 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 Кирилл. Я нашел чекнич адрес. Вот как тюрьма выглядит. Это в какой-то стране, если что. Угу, прикольно. Вот, прикиньте, вот это реально тюрьма. Но, насколько я знаю, то, что вроде таких странах надо доплачивать, то есть, если ты доплачиваешь, то тебе дают, там, телевизор и так далее, и так далее, и так далее. Ты можешь жить круто. Ну, конечно, за это надо мани-мани платить. Ну, это, по-моему, логично. Ну, это круто, мне кажется. Чай, а потом раздавали. Крепкий, типа. Крепковат. Долго заваривали, наверное, но в целом нормально. Ну, чай без сахара почему-то дали, на самом деле, сахар положено. Ну, ладно. Ладно, ребята, сразу я схаваю бургер. Просто рисовая лепешка. Рисом реально легко наесться. Его там легко собирают, поэтому они его часто едят. А вот это, интересно, что такое? Ой-ой-ой, это что, какой-то имбирь с чесноком, я не знаю, что это. Ой, реально. Короче, да, что-то типа уксус с чесноком и кусочками перца красного. Ну, для остринки. Ладно, слушайте, ну я, на самом деле, чисто плюху риса такую съел. И вообще хорошо себя будет. Потому что ты рис любишь. Это я реально, вот это мне нравится. А это что? Так, давайте пробовать. Вот этот вот корешок возьму. Мне кажется, он будет островат. Нет, он не островат, просто вот водоросль, как из реки достали. То есть оно не приперченное, не сваренное, просто вот какая-то водянистая трава. Гадость. А вот эту тему давайте смотреть. Я вот такие супы никогда не ел, никогда не пробовал. Вот сейчас мясо. Слушайте, а вкусно. Визуально непонятно, но когда я попробовал, блюдо как из ресторана. То есть оно не типа какое-то, знаете, приторное, невкусное, тюремное. Оно прям чисто из рейсика. Слушайте, ну, в принципе, вот этому я всему отдам высший балл. Старова фигня. Ну, поставлю баллов 75. Кирилл. Чего? Хорош, прикол. Что такое? Чек-ди-дэс. Ты бы хотел бы такой тюрьмень. У меня телефон перегревается, вот что я знаю. А. Так, сейчас. Чек-ди-дэс. О, это просто отель. Ты бы хотел бы в такой тюрьме немножечко посидеть? Немножечко, да, немножечко. Можно даже пожить, мне кажется, в такой тюрьме, да? Мне кажется, она у каждого этого. Ого. Нормально. Не ожидал ответ. Потом, если захочешь, можешь у нас с ними показать людям. А то я тебе скидываю фотки. Они-то не видят. Кстати, приходите на стримы, Кирилл. Итак, посмотрим, какая еда в тюрьме в Таиланде. Ну, тут тоже есть рис, только он прям конкретный гарнир, а не лепешка. Безвкусный, обычный рис, сухо сваренный. А вот это что такое? Мне интересно, что это за листья. Это искусственное мясо, это соя, наверное. Бул, да, или соя, или тофу, что-то такое. Вообще непонятно, безвкусное, и как будто бы, да, реально что-то... Это подсказывает тофу, не знаю, что это значит, но... Так, тут тоже какие-то растения, это, возможно, горох. О, это кисленький. Короче, я бы это точно не ел, потому что это странный вкус кислости с пресностью. Попробуем какой-то их суп, походу. Мне уже не нравится, что здесь есть листья водорослей, я их вообще не люблю, но попробую в этот раз. Не знаю, очень странный вкус. Представьте, вымоченную вареную капусту, вот что-то такое. Так, здесь у нас есть какое-то мясо. По структуре похоже на куриное мясо. Мясо вкусное. Мясо вкусное, бульон. Бульон тоже вкусный, это как будто бы, представьте, бульон из дошика в молоко. Какой-то такой микс. И поставлю я еде из Таиланда, ну, 45 баллов, вот. Я ставлю его российской тюрьме 50 баллов, потому что очень понравилось соленое мясо. И, в принципе, хлеб вкусный, гречка, ну, такая, нормальная, то есть кушать можно. Ну что, двигаемся дальше. Пожалуйста, 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 что-нибудь вкусненькое мне. Йи-ха! Великобритания. Я думаю, там вкусно будет. А я тоже рядом вытяну. Вдруг у меня тоже что-то вкусное. О, Израиль. О, кажется, там неплохо. Ребята, у меня какая-то экзотика начинается. У меня Япония. Вот чем славится Япония? Суши. Кальмарами, суши, да. Сейчас это и будет. Готово? Запашок какой-то сельди. О, май гаад! Неу, неу, это что, от этого? Это Бенедикт. Вау, не перепут... Все, Жека Плэй забирает в тюрьму, ребята. Не-е-е-е. Пута ли это майон, наверное? Нет, это Израиль. Самое вкусное у меня, я уверен, в этом раунде. Итак, мне интересно попробовать, что это такое. Творог или что-то вкуснее? Творог какой-то непонятный. Он чуть-чуть кисленький, а так, в принципе, не знаю, сухой творог. Булку давай, захавай. Хоть бы это было, как в Синабоне, с корицей. Ну-ка. Ммм. Она очень вкусная, прям. Она даже вкуснее, чем в Синабоне, она такая мощная, здесь много слоев. О, да. А это, я уверен, будет очень вкусным, потому что это рис с приправами, с орехами. И какой-то котлеты. Вот котлеты я не уверен, что это за котлеты. Сейчас проверим. Ну да, мяса нету, оно как будто бы... Фейк котлета? Ну, как будто рис, только который сделан из картошки. Короче, это вроде нут. Там что, переживают еще за это? За диету? Мясо там ели полезное, булочки, творог. Ой, что здесь не я? Ребята, это так кисло. Ребята, я не знаю, что такое, это выглядит, как обычная фисташка, но это не фисташка, не знаю, что это. Не, фисташка, она другая. Она очень кислая и острая одновременно, не знаю, я ее съел всю. У меня теперь все внутри горит. Какой ты бедный. Но это тушь, оно реально, оно безвкусное. Вот за это, 100% я вот 93. Блин, а ты тунец нормально ешь? Я нет, я не люблю рыбу вообще в целом. А ты? Я пару раз съел. Можешь кусаной? Могу. Попробуй, пожалуйста, по-братски за меня. Так, ну, тунец вроде пахнет тунцом, мне не рогонит. Я не могу на это смотреть. Мм, тогда уже вкуснее. Я ел с целью с тунцом, но без кукурузинок. А с кукурузинками вкуснее. Короче, я бы поставил этому девятку из десяти. То есть это вкусный? Вкусный тунец, да. Так, а вот это я уже могу. Полноценный микроб будет. О, стойте, раскопки я произвел и обнаружил, смотрите что. Полноценный кусок мяса. Сколько радости. Что это такое у Жеки? Черешня. Черешня? Она сейчас по тысяче рублей за килограмм. Маму принесла. Жека, понятно, понятно. Мама купила. Балдежно будет, вкусно. Вообще, Боба, Кусман хороший, качественный. Блин, вот сейчас вот сами вдумайтесь. Представьте, вам дают в тюрьме стейк с овощами, просто заготовленными. Бутерброд из тунца звучит вообще как деликатес. Ну, слушайте, давайте поставим хороший балл. Поставим 70 баллов. Теперь Япония. В принципе, я ожидал, что будет немного рыбно, поэтому я нормально... А погоди, а Россия была? Да, да, да. А что там было, я прослушал. Там была тушенка с гречкой. Тушенка с гречкой там была. А, да. Ну, это, в принципе, логично. Это же Россия. Здесь салатик из чего-то непонятного. Какие-то прозрачные макароны присутствуют в салате. И супчик. Супчик с нори. Ну, как обычно, короче, чисто японский движ. Короче, тут просто листки нори, какой-то немного лука и грибки. Это 100% что-то японское. Нормально. То есть можно есть... Сейчас. Неплохо. То есть такой, вот ты выпил, в принципе, животик наполнился, но ты не переел. Вот этим можно так сделать. Так, теперь пробуем салат с прозрачными макаронами, редиской и огурцом. Мне кажется, это же зачетно. Если соус не подпортил. Максимально безвкусно. Вообще, немножко дает огурцом, все остальное вообще не чувствуется. Что это за рыба? Мое предположение, это спумбрия. Такс. Взял небольшой кусочек рыбы. Я рыбу не люблю, но надо попробовать. Ой, фу. Ой, фу. Ой, господи, боже мой. Что это такое? Я не знаю, насколько правильно так говорить за столом, но оно просто пахнет котящей мочой. Вот реально. Это ужасно. Нет, рыбий дизлайк огромный. Ну, тут на любителя, конечно. Рис безвкусный. Можно немножечко... А, нет, подождите. Это не чистосладкий соус. Это реально, походу, мед. Да, это мед, джем. Короче, по вкусу я бы поставил где-то 40 баллов, но я просто подумал о том, что мне придется это есть практически каждый день и реально на второй день я уже скажу, о, нет, сори. Ладно, поставлю 30, 35. Ну что, давайте двигаться дальше, посмотрим, что у нас ждет. Занижение баллов идет. Так, и уже, походу, нач... Так, занижает, Глент сначала 40, а 35. Так, не, 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 не. Ну, какой Китай? Китай? Ты что? Ну, что, сейчас суши, вот эти вот, креветку дадут. О, можно я, можно я. Цифра 1 или 2? Нет, наверное, 2. По цифру 1 что-то не вкусное. А я возьму цифру 1, вот она мне приглянулась, она... Блин, ну что за бред, ну я уверен, мне такой вот просто... Я увидел, я увидел, я думаю, там кенгурятина у нее будет. Просто жижу поносную положат, реально, ну блин. Австралия, там всякие тараканы, вот это вот все. Скалопендра. А у меня будут... Есть у меня один знакомый человек, который тараканов пробовал. Я думаю, Кирилл знает этого человека. Тако, Мексика. Интересный такой чувак. Хорош, буррито. Он еще пытался свою девушку заставить съесть тараканы. Я думаю, все так уже догадались. Буррито, тако. Бам-бам. Бам, это даже не рыба. Это что, это какой-то мега плов? Нет, в смысле, тут риса нет. Ну, я имею в виду мясо с чем-то замешано. Ладно, 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 что у вас? У меня это полноценный рацион, я бы вам хотел сказать. Есть, короче, овощи, есть вид такой каши. Это кускус. Ну, люди, которые там на диете сидят, они знают. А что за соус? Это? Это йогурт. Ты что, вот, дали даже маленькую ложечку, чтобы... И есть еще, наверное, мак-н-чиз, видите? Неплохо у них там. Короче, да, нормально. От слова макдональдс, мак. Нормально кормят. Ну, кускус я уже пробовал когда-то. Блин, отвратительная штука, просто... Это просто манка, которая большая, она всегда с комочками, это ужасно. Ну, куречка, курица обычная. Есть зато мак-н-чиз, просто макарошки, второй гарнир дают. Кайф. И возьмем еще баклажанчик. М-м-м, ну. Браво, очень вкусно, очень питательно. Есть соусы, ничего сухого нет. Ну и напоследок, когда уже покушал, ты такой, ладно, еще поем йогуртика. М-м-м, блин, 10 из 10. Очень нравится, суперсбалансировано. Вот такое, наверное, я бы мог есть каждый день. Потому что здесь есть разнообразие. Можно и курицы поесть, и немножечко макарон, и там, и сям. Короче, сразу 93 балла. Солидно. Ну что, будем рассчитывать на то, что соус и на то, что все это залито чем-то вкусным. Ну, рассчитывай. Ну, лук, как бы, ну что с него взять? А нет, есть даже перец. Перцы я люблю. Это на горилле, интересно, сделано или просто? У меня как тушеное, знаешь, все это вмешалось в одном чане. М-м-м, блин, очень вкусно. Так, ну, перец понравился. А соус? Ну, клево, клево. Ну, это очень вкусно. Это реально очень круто. Я не знаю, что это, я не знаю, как это делается. Вкус очень знакомый, но как это готовится, я хозяин. За счет, просто вкусно, солененько, сладенько. Кайф. Я этому тоже, я 90 поставлю. Итак, у меня сразу видно, что они находятся рядом с США. Тут уже есть вот бобы, есть сэндвичи. Их тоже какая-то жареная котлета. Но, я так понимаю, это отбивная. Так, попробуем так же, по рецепту. Делаем бургер. Я бы делал точно так же. М-м-м, куриная отбивная. Даже кушать захотелось. Да. Даже кушать не добылась сегодня. Да, бургер из котлеты и хлеба. Без капусты даже, не дали бы капусту. Ровный наггетс. Причем это острый наггетс. Нравится. Закусываем все это, делая. Бабаны. Где-то такие же или... Такие же, вообще, одинаковые. Это же консервы, они здесь всегда. Видно, что он одной фабрике готовит. М-м, и вот это лук, я так понимаю. Лука нету, не прикоснусь, он невкусный. А капусту? Капуста, обычная капуста. Как будто вот здесь все можно представить. Вот даже не пробую. Апельсин, батон, наггетс, бобы. Ничего сверху нету, поэтому 80 твердое, 80. Хороший раунд получился, вкусно покормили. Предлагаю переезжать в другие страны. М-м, к следующему раунду. Погнали. Бам-бам-бам. О, вот это. Я возьму вот эту. Шестерочку. Дай пятерочку, рядом. Давайте так посмотрим друг на друга. Как думаете, у кого лучше всех? Нормально. Ну, я не знаю, это крутая, ну, страна. Мне кажется, вот здесь прям рацион будет хорош. А, кстати, Сингапур, он же этот, богатый. А представьте, у меня будет пицца. Ага. И так. Что это за суп гороховый и кусок колдэхи? Это что, кофе? Ну, очень разбавленное, если только. И кусок какой-нибудь. Кофе? Дают кофе в тюрьме? Реально? Кофе в тюрьме, прикол. У меня паста баланьеза, посмотрите. Томатики, мяско, макарушки. В принципе, я знаю уже, как это будет на вкус, но давайте попробуем. Томатно. А кофеек, кофеек. Все понятно. Наваристый, крепкий, горький вообще. Похоже на топливо. Короче, ну, здесь. Эд бы оценил. Здесь плотненько, я плотненьких 90 баллов реально. Мощненько, мощненько. А у меня, посмотрите, прозрачная лапша. Ничего себе такая бывает. Ну-ка. Можно пару фоток Сингапура на экран, пожалуйста? Удивительно, да, что не из золота здесь все. Вареные морковки. Ну, сладенько, нравится. Фу, брокколи, это что такое полезное. Безвкусное. Короче, пока что у меня здесь все пресное, кроме морковки. Она сладенькая, здесь тоже, скорее всего, пресно. Не волнуйся, ты сейчас еще до рыбки дойдешь. Ну-ка, рыбка. Странный вкус, но не противный. Короче, она какая-нибудь немножко горьковатая. Короче, если так посмотреть, вот если чисто так посмотреть. Рыбка полезна, омега-3, все дела. Макарики это все, ну как прикуску, овощи полезные и бананчик рук. Вопрос про Германию теперь. Считают ли там за людей? Короче, чем кормят немцы? По вкусу это даже ни на что не похоже. Это, они даже картошку умудрили сделать невкусной. Как можно было сделать невкусной картошку? Очень соленая какая-то, непонятная. Сейчас по сардельечке вопрос. Кстати, сарделька ничего. Реально вкусная такая, прям даже немного молочную почему-то напоминает. И размеры нормальные. Ну наесться можно. Блин, я даже не знаю, ну я бы такое не смог есть больше одного дня. Я бы поставил этому где-то 20 баллов. Я ставлю Сингапуру 65 баллов. Окей, результаты записаны, двигаемся дальше. Я беру циферку вот эту, вот. Я возьму 23. А я возьму 24, тогда... Вау! Ребята, я уверен, что это будет мега вкусно. Я просто, я огромный фанат этой страны. ОАЭ! ОАЭ! Там должно быть порядочно. Да, там должно быть... Ой, а у меня, я буду с этой едой походу сильный, как Махреггер. У меня Ирландия. О, Ирландцы. Окей, Ирландия, это что? Фоточки, фоточки. Ирландия, очень красивая страна. Ну и на всякий случай ОАЭ, покажите. Огрессию, кстати, вы что, перед глазами прям картинка стоит? Ладно, давай. И, вау, раз, вау, раз, вау. А ты что, если у тебя захотелось? Никогда не ебал заграницей, правда? Ребята, ты шо? Это что-то вкусное явно. Кусочки мяса, фруктики, рис и салатик. Дай, 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 дай. Идеально. Блин, ребят, 10 из 10 пока. А у тебя что, Ирландия? У меня яйцо, сосиска и что-то куриное или не знаю. Давайте, наверное, я начну, потому что у вас там что-то все посложнее. Ну что, рис. Вкусненький. Рисок. Надо соус сначала попробовать. Ммм, а, я понял. Это, это штука. Блин, не помню, как это называется. Аналог картошки, Дубай. Угу, немножко сладенькая. Стройка картошка, только послаще. Немножечко вот таких вот трав. Я обожаю рис. Блин, вообще, вот это балдеж. Давай кусочек мяса, вот, поджарься ты какой-нибудь, забирай. О, с перегарками. Порядочно. Порядочно. Это змеиная ягода или что-то такое? Давайте попробуем. Чуваки, это так напоминает сразу Вали, лишь это экзотическое. Очень вкусно. Реально, это 96 баллов. А? Это прям сейчас будет самая сукой оценка получается почти или нет? Ну да, по-моему. Может быть, еще что-то будет. Осталось еще, считай, раз, два, три, четыре, пять, пять. Стабильно, я сильно сомневаюсь, что... А, не, не пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, как раз по три, скажем. Будет лучше? Это очень вкусно. Был бы Кобяков с ним, мне кажется, не хватило бы одного. Так, вот это вот выглядит, как будто вот это можно в любой стране давать в тюрьме. Просто макароны, просто что-то мясо с морковкой. И вот, на, пожуй. Ребята, вот это чисто тюремная еда, реально. Реально? Ну, вот это такая, как надо. Вот я бы такую готовил. То есть она не типа отвратительная и не ресторан. Просто хаваешь еду, как в школе прям. Ребят, вот вам кажется, что это просто. Но на самом деле попробовать вот 8 блюд и еще там попробовать еще какие-то блюда. Это тяжело для желудка, да-да-да-да. Потом еще весь день в животе тяжело. Так что мы настоящие разрушители легенд. Мы проверятели мифов и каскадеры. Вот. Поэтому поддержите нас лайком. Поддержите лайком ролики с едой. Нам будет реально очень приятно. Да ну реально, поставьте лайк. А? Я теперь тоже хочу есть. Это что за подстава? Мне тоже, кстати. Хоть я съел творожок на предыдущей же ракции. Это вообще... Я все равно что-то хочу кушать, потому что ну творог это такое. Секунда. Ну что, плавно перейдем к моей еде. Кстати, мне нравится, что здесь дают вареное яйцо в скорлупке, потому что это, наверное, в тюрьме как поп-ит. Ты такой сидишь и кайфуешь. О да, особенно если яйцо попалось, прям легко отходит, даже без пленочки. Кстати, я в шоке. В Ирландии есть телевизоры в тюрьме. Это вообще что такое? Пробую ирландское яйцо. Ммм, у них серый желток. Это перевяренное яйцо. А, так, третий раз попадаются опять эти бобы. Как бобы? А вот это я не знаю, что это. Это хашбраун, нет? Лису лугуни. Это рыбное или куриное? Это 100% рыба. Ирландия, страна морей. Да, это рыба, рыба. Это рыба, конечно. Ну и понятно, что это не первый сорт рыбы, это там, где ты на складе осталась, вот так вот перебили. И пожалуйста. Нормально. Нет противного привкуса. А вот колбаску я не хочу. Пробуй, пробуй. Нормай с жилками, моя нелюбимая колбаса. Ты попробуй что-то по ценку как бы справедливую поставить. Сказал Влад, который не ел. Ну колбаска, как колбаска. Ну да, ну да. Колбаска. Ой. Какая ценка? Такой среднячок, 43. 43. Записано. Владик сказал 85. 85? Да, очень прикольно. Так ты же сказал, что это тюремная еда. Хорошая тюремная еда. Все, поехали в другие страны, ребята. Погнали дальше. Ну смотрите, у меня такие хорошие числа. Ребята, ребята, 100% будет мега вкусно. Потому что про тюрьмы этой страны очень много слухов. И она просто великолепная. Про тюрьмы. Там есть, там есть PlayStation. Люди, люди в Швеции. Нет, люди специально туда хотят попасть. Нарушают специально, чтобы... Ой, я же тебе только что, по-моему, рассказал. И фотки скинул. Я, кажется, знаю, надо чего. Европа поиска. Ну да, да, да. Финляндия, Швейцария. У этой страны еще тоже много нефти. Мы вообще плохо знаем географию, походу. То есть не Винляндия, не Швейцария, не Нидерландия, не Диландия. Говори. На. 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 Норвегия, чуваки, вы что? Ну, допустим. Тоже, викинги там живут. До сих пор. А у меня Канада. Канада. Биберхаус. Так, цифру 8 тоже возьму. Вдруг счастливое число. И у меня, и у меня. И я буду, походу, есть мертвых голубей. Я не знаю, это Индия. Будет что-то кари. Погнали. Вау. Что? Манго? Дают манго, чуваки. А вот это что слева за кирпич? Что-то очень сладкое. Короче, ребят, Норвегия, ну, как бы слухи. А, я знаю, что это. Знаешь, это Есеншвач, это такой тортик, знаешь. У нас в любом магазине такой продается. Вафельный. Да, вафельный такой с шоколадом. Ты его покупал, знаешь? Да, как-то раз был. Он очень вкусный, но дорогой, правда. Фикс прайс я такой брал, по-моему. Он 150, где-то 200 рублей стоит. Пятерочки он дороже. Правдивая. О, Канада, смотри. Я представлял себе вот так вот, еду во всех тюрьмах. Да, это уже. Вот еще, чтобы первый раз. Ну, не так, не так. Не, ну да, это слишком хорошая каша, должна была приливать. Нет, все равно она не пехает. Я думаю, что это сухое молоко специально, потому что оно дешевле. Мне интересно, как они это сделали? Потому что оно дешевле. Посмотрите, вот сюда водичку заливается, засыпается и перемешивается. Давайте затестируем. Я такое никогда не пробовал. Это обычное сухое молоко, такое еще в кофемашины добавляют. Если не хотят разориться на молоке. Оно должно перемешаться или нет? Да. Фигня какая-то получилась. Ты все имеешь, извините, здесь не ресторан. Ну, если ты, правда, не в Норвегии. Потому что в Норвегии просто все замечательно. Так, давайте я быстренько это все попробую. Перловка, да, перловая каша. Ну, вот как вы ее представляете, не сладкая, не соленая, просто вода и перловка. О, поджаренные. Тосты. Неаккуратно. Просто отстой. Каша с батонами. О, ну, боже. Не, ну, я тоже не люблю на завтрак. Я только, конечно, с бутербродом каким-нибудь. А так, в кашу с батоном такое себе. Вот и обед вкусно. А так... За молочко есть. Неорогатина. Ты плохо перемешал. Как будто взяли обычное молоко и разбавили его кипятком. Реально, тут вообще низкий балл поставлю. Мне понравилось. Это лучше, чем в Эфиопии? Да. 13 баллов. На балл больше, чем в Эфиопии. У меня, так понимаю, какой-то риск. Ну, это Индия, это Индия, братан. Карри. А, угробом, что это? Ну, закидывай, мне кажется. Говядины в Индии быть. А, это похоже на непонятная острая картошка. Угробом все вместе. Не так плохо, как выглядит. Смотрим, что за суп. Просто крупные какие-то нарезки. Короче, это вторсырье, как будто бы. Сказали, что это чечевичный суп, а чечевичный вкус, а быть, очень вкусный. Это разбавленный чечевичный суп. Не знаю, реально, как будто бы его в ресторане люди поели, то, что не доели, им привезли туда в тюрьму. Да, еще водой с под кондиционера разбавили. Вот-вот, не знаю, давай плохо. Ну, это, наверное, самая худшая пока оценка, ну, будет двадцатка. Ну, что ж, Норвегия, ребята, добро пожаловать. Посмотреть, как все прекрасно. И немножечко брокколи. Вот такой вот овощной рагу. А чтить такой, в тихарах взял и стырил. Что, брокколочку затеплю? Ммм, очень nice. Здесь еще дают масло, для того, чтобы ты мог... Блин, на самом деле, ненавижу просто брокколи. Не знаю, если оно нормально сварено, оно вкусное. Бывает прям какого-нибудь не очень, не знаю, как повезет. Бывает, оно... Как наполнить ее кашу, ну, мне кажется, она и так вкусненькая, поэтому бессмысленно. Что преобладает во вкусе? Тельдерей. И немножечко картошки, мне кажется, здесь есть все-таки. Короче, вкусно, реально, неплохо. Дальше мы идем по десертам. Конечно же, у нас есть кусочки мэн. Господи, как я скучал. Манго, конечно же, вкусная, питательная. Давай в шоколадку вот эту, что это? Вот так, брауни? Ого! Нет, ты знаешь, изначально я подумал, что это этот вафельный. Ну, на самом деле, реально, это либо пирог, либо какой-то тортик. Я тоже думал, что вафельный, я же сказал. Странно. Блин, знаешь, знаешь, почему мы с тобой подумали? Потому что есть, видишь, как на вафельном вот такие вот есть бугорки, ну, или как они называются? Такие вот штучки, да? Из-за этого мы подумали об этом с тобой. Ооо, я думал, это как пирожное, это фул шоколад. Это обязан попробовать каждый человек в мире. Это очень вкусно. Это шоколад. Ну, о, если это очень... Шоколадный брауни, да, это... Это очень дорого, мне кажется. Просто плотный шоколад. Чуть-чуть горький напоминает, чуть-чуть. Но это обалденно. Для тюрьмы, я вам хочу сказать, это вообще high level. Мне кажется, для тюрьмы это как будто праздничный торт. Короче, я бы этому поставил 95. Потому что, мне кажется, в Дубае все-таки получше было. Погнали. Так, беру по центру. А мне левее, можешь подать, пожалуйста. А мне все, что останется. Ооо, 13 осталось, да? 13, число такое, сомнительно. Ну, только не смотри. Хэ, 13. Ааа, нет, нет. Ой, блин, это плохо оторвалось. Ой, блин, я случайно увидел. Франция. Куассон. У тебя что? Зачем мне солнце? В Монако. В Монако. Блин, помню этот трек. Я снимал под него в ТикТоке. Блин, я жду, пока ТикТок разбанят, на самом деле. Интересно, его разбанят вообще когда-нибудь у Дэжени? Ребята, у меня есть комментарий по поводу... У меня, знаешь, очень обидно, потому что у меня там, сколько? 340 тысяч подписчиков и пропадает аккаунт. Жак, он пустует. Вот от этой страны Египет. Конкретно про еду. Я был там много раз и всегда, абсолютно всегда, еда в Египте, это полная шняга. Она никогда не бывает вкусной. Там ужасная еда. Вообще, никогда не едьте в Египет, если вы хотите покушать. Я вот где не был, всегда плохо. Раз, два, три. О май гад. Офигеть, посмотрите. Блин, подождите, Монако это что-то дорогое? Там эти Бугатти, Ламборгини, Феррари, все яхты. Смотрите, ребята, у меня повар, походу, когда готовил, отпустил немножко. Монако, посмотрите, это чисто, как на природке, приготовленное. Физиновое мясо. Искусственное. Что-то не это. Ну, понятно. Я думаю, в Монако лучше. Это тюрьма, нет. Мясо, мясо. Тут рис с приправочкой, это сырок. Офигеть, плавленый сыр в Монако? Угу. Ммм, нарезочку мясную. Ооо. Блин, вот сейчас не хватает флегушка с предыдущего раунда, да? Да. А ты жаришь леп или так кладешь на этот? Обычный тост. Нарезанный. Я тоже. Ну, тоже, пожалели. Надо будет как-нибудь попробовать пожарить в тостере и попробовать так. Ну, тоже, пожалели, три штуки положили. Нормально. Хоть сколько-то. Ммм, маслица тоже можно с батончика, с батон... Не, ну, слушай, три штучки нормально, мне кажется, бутерброд. Потому что, если маленький хлебушек, то там на три штуки хватит целых. Да. Не, ну это какой-то шик пир вообще. Тоже шоколадный десерт. Броза, ребята. Это лучшая оценка? Чтоб я так жил. В Монако ты имеешь в виду? Не в тюрьме. В тюрьме плохо, в Монако хорошо. 95. Не знаю, если у меня больше. Нету. Окей. Да, на самом деле, реально, тюрьма, это плохо, ребят. Никогда не попадайте в неё. Потому что вы плачаете на наркотики потом. И тогда, и тогда, и тогда. Египет. Ну, у Египта шанса нет. Ну, короче, будет то же самое с вами, как с мопсом Дедепёсом. Помнишь, до этого? Да, давно было. Он умер от этого. Он там наркотиками закидывался и так далее. Я вам хочу сказать, потому что это что-то очень странное. Пригорелый рис. А это что такое? Это лук. Бобы какие-то не очень красивые. Курица просто на газ. Чтобы вы понимали, вся еда в Египте такая. Вот такой же вкус у меня всегда. Не надо, не надо, не пугай людей. Да факт, не надо лететь туда. Ну, нормально кормят, там всё есть. Да они нормально там кормят. В Турцию летите, мужики, вы что? Проверено, много раз. Ну, курица, ну просто без соли, без перца. Просто вот сварили курицу, вот на ногу тебе кинули, на тарелку говорят, жарит. Переходим к бобам. Бобы устали, очень сильно устали бобы. И пите. Пите это нормально. И бобы неплохо. Такое, всё мучное очень. А вот это реально может даже потолстеть, мне кажется. И, конечно, в камере потолки взлетать будут 100%. Там лучше спички не поджигать вообще в ближайший день. Я Египта ставлю со всеми своими предрассудками, я ставлю 17 баллов. Не очень. Так, а у меня какие-то варёные ручки. Паржа. Паржа, да? Это курочка у нас, курочка какого-то соуса. Варёная курица с вкусным таким кисло-сладким соусом. Итак, здесь салат с помидорами. И интересно попробовать, что это за печенька такая. Ммм. Это... Ну, мне кажется, это какая-то овсяная, знаешь. Ммм. Очень похоже на овсяную. Овсяное печенье с очень много... Ну, я же говорю... Я такие очень много покупаю. Злаков. Склонения это мои друзья. Да. Там они, знаешь, продаются вот такие пачечки. И там есть шоколадный, есть с виноградом. Ммм. Фулл вкусно. Оценочка. Это, кстати, эльфовая башня. 75. Ну что? Чистим стол и подводим итоги. Подводя итоги, самая вкусная тюремная еда это объединённый арабский эмиратор. 96 баллов. На втором месте в Монако. 95 баллов. А на третьем месте у нас Израиль. 93 баллов. Обязательно, ребята, поддержите нас лайком. Ролики с едой. Если вы их обожаете, лайк под видос. Пишите в комментарии, какую нам попробовать еду. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4. Глент, Серёга. Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. Песни ни о чём теперь. Без Кобякова, блин. Они бы сейчас накипали такие. Глент, пип. В общем, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь Мы идем стримить дальше Всем большое спасибо за просмотр Подписывайтесь на наши социальные сети Там ссылочки в описании Всем пока-пока